Канни Карининой, актёры Севастопольского театра имени Луначарского, готовились с полным погружением в материал. Лев Толстой приезжал в Крым трижды впервые в качестве военного в Севастополь, но в последний раз сюда, в Гаспру, в имении графини Паниной. Именно она была хозяйкой готического особняка, построенного Александром Голицыным. В имении, раньше называвшейся Александрией, в сентябре 1901 года приезжает Лев Николаевич погостить до июля 1902-го. Здесь он напишет Хаджи Мурата, будет сидеть на террасе и говорить с Чеховым, дышать морем и много-много ходить. Читать роман надо внимательно. Текст предполагает много вариантов. Была ли Каренина жертвой большой мужской игры? И такой уж ли на самом деле страшный человек, муж Анны? Он режимный человек, у него своя конституция. Он делает всё на 200-300% для семьи, как он считает. Но он тоже чувственный человек, он тоже страдающий человек. Мы же не знаем, что у него было, какое у него было детство и какая у него была история жизненная. С романом всё не так уж и просто. Анна Каренина – самое экранизируемое произведение, только киноверсии. Около 30-ти есть множество театральных постановок и даже мюзикл. Мы стали очень жёсткими. Мы перестали прощать ошибки. Это, наверное, очень важный момент. А ещё очень важный момент – это то, что сейчас есть какой-то такой колоссальный дефицит любви. Когда люди начинают любить пальцами, начинают любить через экран компьютера. А здесь есть вот те страсти, страсти, за которые можно простить. Даже такой страшный грех, как разрушение семьи. Но пока зрители делятся впечатлениями. Многие специально приезжают из Москвы. Я считаю, что это шедевр. Такие чувства вызвать в зрителей уже бывалым. И классикой, которая обычно такая кажется скучная. Вот, допустим, Малый театр приезжает, я не могу высидеть больше одного действия. Скучно. А тут ты сидишь на одном дыхании и хочешь ещё. Интересно, что Каня Карениной в театре возвращаются 65 лет спустя. В последний раз здесь обращаясь к трагической истории Толстого в 1952 году. Переосмысление, перепрочтение романа было необходимо, уверены луначарцы. Так же считает и потомок писателя Владимир Толстой. Ради этой премьеры он также специально приехал в Севастополь. Всегда современные эти отношения любви, верности, измены, предательства, счастья, понимания смысла жизни. Толстой уловил что-то такое, что, в общем, я думаю, ещё много-много лет, десятилетий, столетий вперёд будет волновать и трогать людей. Поэтому будут снова и снова снимать фильмы, ставить спектакли. Я в этом абсолютно убеждён. Премьерные показы 17 декабря, а также 15 ноября.